Это Чичи, она прыгучая очень, очень суетливая, вот, видите, становится медсестрой, помощником доктора Айболита. Исполнительница обезьяны Чичи, а также автор инсценировки Натальи Егорова выстрадал всю историю Корнея Чуковского. Вроде бы бесхитростная история, но препарировать ее с помощью планшетно-тростевых кукол всегда непредсказуемо. И существует немало версий в кинотеатре-мультипликации. Замаша сказка Айболит, она очень коротенькая, добрый доктор Айболит, и заканчиваются слова Айболита, слова доброго доктора Амана. И вот туда, есть еще сказка Бармалея туда вошла, телефон, краденое солнце. Первое знакомство вообще было, конечно, не сказка мамы, а именно Айболит 66, фильм. Глупцы героев строя бросаются вперед, нормальные герои всегда наоборот. В классическом сюжете Корнея Чуковского есть весь знакомый ассортимент. Это и Бармалей, коварная Варвара, сестра Айболита, собака Авва, попугай Коруда и прочая живность. Все когда-то читали сказки Чуковского. У меня, конечно, всегда в голове был, я хотел его ставить, но подумал, наверное, лучше сейчас. Все-таки это в какой-то степени и учеба тоже. Если что-то не получится, для меня это будет опытом на будущее, чтобы не совершать тех ошибок, которые я мог здесь совершить. Тема добра и зла, врачебной помощи и лечения животных одинаково привлекательна в разных жанрах. И в жизни зверята требуют участия и сострадания. В районах началась прививочная кампания от бешенства. Вот тот самый случай, когда сказка сплетается с реальностью. Очень ответственная роль, потому что дети знают и фильм, и именно образ Айболита. Что он добрый доктор Айболит, он по деревам сидит. И поэтому не хочется детей как-то перебивать своим новым каким-то почерком. К детям и родителям пришел, что ни на есть, всенародный материал, который перешагнул рамки просто популярного. А совсем скоро начнутся репетиции волшебника изумрудного города. И этот материал появится в Акияце благодаря зрительскому голосованию. Дмитрий Пиаваров, Роман Фенин, Телеканал Эфир.